для начала обратиться к тем кто пытается взломать меня давайте щуки внимательно смотрите слушать внимательно это правда очень интересно давайте смотрим близких уважаю ваше терпение но похоже вы не уважаете котик нет не так хотим удалимся а пожалуйста можете параллельно хотя бы когда вы играете с лишь здесь происходит потому что банк не приходится сама постоянно я не хочу опять конфликтов и всех снимать спасибо большое фокси спасибо твое время я бы ты увидел ки наряжала и все давайте я для начала хочу обратиться к тем кто пытается взломать меня и моих близких уважаю ваше терпение но похоже вы не уважаете свое время и такое чувство складывается что вам 15 вам хочется побаловаться если вы это смотрите это вы должны понимать что я не стою ни на чьей стороне не на стороне властей не на стороне белых либо черных хайперов нет я просто транслирую ситуацию как и что происходит и считаю это важно важно это знать у меня нет секретных документов я не топ-менеджер газпрома да я обычный человек я пользуюсь компьютером только лишь для того чтобы писать сценарий топлис я даже я настолько скучный что смотрю русское порно понимаете я гетеросексуал я не понимаю что вы хотите найти меня взломав мою почту или взломав почту моих близких и этот выпуск как и первый он посвящен не вам ни в коем случае вот вообще вас это не касается вот я не про вас рассказывал я рассказывал про серьезных ребят и расскажу в этом выпуске которые уважают сегодня вы узнаете какая самая трудолюбивая хакерская группировка в мире сколько готовы заплатить за голову хакеры и еще куча всего интересного и конечно же урок киберграмотности и как защитить себя прямо сейчас она интересном сервисе делает эту пирамиду забываем о ее первой части погружаемся в целевые атаки и кибероружие целевые атаки это 10 процентов от всех если вы стали ее жертвой то я вас поздравляю не правда это сложнейшие атаки на которые уходит больше всего времени а выхлоп очень маленький зараженных людей очень мало такие атаки нужно еще заслужить представьте вы топ-менеджер большой транснациональной корпорации приехали заключать важную сделку поселились в отеле персонал которого обещал вам максимальную безопасность и конфиденциальность но на самом деле вас ждет необычное гостеприимство вы подключаетесь к местному вай-фай отель требует вашу фамилию и номер комнаты после этого приходит обычное оповещение об обновлении приложений adobe flash вы нажимаете обновить и вы действительно скачиваете обновление но вместе с обновлением к вам прилетает еще и бэкдор алгоритм который дает хакерам возможность удаленно управлять компьютером жертвы теперь все соцсети все мессенджеры все сообщения в посте и пароли видите не только вы но это для хакера не главное цель хакера проникнуть в вашу корпоративную сеть ведь вы работаете в серьезной компании которая скорее всего серьезно защищена и попасть извне в нее почти невозможно помните в первом выпуске я говорил что лучшая атака это тогда когда ты не понимаешь когда тебя заразили поэтому вирус активизируется не сразу а только тогда когда вы вернетесь из командировки и зайдете в корпоративную сеть эдакая бомба замедленного действия который может подождать полгода а потом взорваться эту атаку назвали dark hotel и теперь мы с вами говорим о настоящем кибер шпионат после операции злоумышленники тщательно почищают все свои следы удаляя файлы из роутеров отеля и растворяются во мраке однако следы dark hotel остались в сети вирус обнаружили в большом торрент файле с эротической мангой за полгода его скачивали больше 30 тысяч раз зараженный архив весил больше 900 мегабайт это большая редкость такая аномалия привлекла внимание экспертов лаборатории касперского они взяли этого разработку и в конце концов цепочка привела к отелям в азии жертвы dark hotel распределены по всему миру но большая их часть находится в японии в китае россии в корее и гонконге еще более странным показалось им что вирус запускается не сразу а в течение 180 дней dark hotel звучит как название металлгруппы да есть еще вирусы хардблит зандер страйк и другие легко представить мерч с такими надписями в стиле металлистов есть даже забавный тест который можно попытаться отгадать вирус это или реальное название металлгруппы вот например асакуп это вот что металлгруппы или троя пройти тест вы сможете сами обязательно читами не верится не а спасибо оставил ссылку в описании но есть и настоящие рок-звезды среди хакеров группировка лазарус количество и разнообразие их атака поражает воображение вероятно лазарус групп это самая трудолюбивая хакерская группировка в мире их обнаружили в 2014 году во время атаки на sony pictures тогда в сеть утекли еще не вышедшие в прокат фильмы ярость и не уильям тёрнер и все еще элис позже они создают новое оружие о котором я рассказывал выпуске как взломать систему вот у него ссылочка вымогатель вон от края он шифровал все данные на компьютере жертвы и обещал расшифровать за вознаграждение либо ты кидаешь деньги либо прощаешься с данными но на самом деле всегда прощаешься с данным но на деле получилось скорее игра мускулы ведь заразили полмиллиона компьютеров заблокировали им данные не вернули наделали столько шуму в сми и почти ничего не заработали как это мы проверили легко атакуя они оставили всего 4 крипто кошелька для перевода денег а так как это блокчейн и все транзакции у всех на виду заходим проверяем 55 с половиной биткоина с четырех кошельков 400 зараженных из 500 тысяч отправили деньги маловато для международной группировки хакер это было сложное время для тех кто занимается безопасностью и они придумали способ защититься но умолен сам проект сразу нескольких антивирусных компаний совместно с европолом на котором можно попытаться найти ключи для расшифровки своих файлов в 2016 лазарус объявились снова и напали не просто на банк на банк для банк для них изи а напали на центробанк на главный финансовый орган бангладеша офигеть планах было увести 1 миллиард долларов но получилось вывести всего 81 миллион долларов хакеры терпеливо ждали пока кто-то из сотрудников банка посетит зараженный сайт где уже было 150 разных зловредов это произошло и с помощью одного компьютера они пробираются полностью в сеть банка смотрят транзакции собирают все данные и выводят денежки как они попались все как всегда тупо на 5 транзакции они совершили опечатку вместо шалика foundation они написали шалика foundation на этом этапе можно сделать вывод что наверное они плохо знают английский или притворяются тогда зачем сотруднику немецкого банка через которые проходили деньги показалось это не нормальным такое название и он позвонил в бангладеш с просьбой узнать все ли в порядке там ему сказали что такой организации просто не существует и он заблокировал перевод но на этом лазарус не остановились и следующая их атака была на южно-корейские крипто бирже трейдеры скачивали клиент он нормально функционировал потом они скачивали обновления а внутри сидел троянец который полностью крадет кошелек лаборатория касперского объявила вредоносный код и их специалисты попытались связаться с компанией выпустившие программу мол ребят мы видим как вас взломали да давайте что-то предпринимать но им никто не ответил а когда они решили проверить адрес компании оказалось что он ведет куда-то в леса амазонки охренеть но как стало понятно что за всеми этими атаками стоят одни и те же люди часто хакеры используют одни и те же строчки кода известно что вообще программисты ленивые и зачастую они используют один и тот же прием вот тут одинаковые целые блоки кода стиль лазарус стал узнаваемо они также спалили свое местоположение часовые пояса азиатские заходят в интернет из разных частей мира с помощью vpn в том числе из северной кореи вот только в северной корее нет выходных точек vpn в северной корее можно выйти только из северной кореи потом атакуют южнокорейские биржи нападают на sony и сливают их фильмы в интернет спустя некоторое время после выхода фильма интервью которая принадлежит sony pictures да это была первая атака на которой они спалились и назвали местью за усмешку над лидером северной кореи при этом северная корея не скрывала своих намерений и угрожала войной американцы фильме интервью здорово посмеялись над ким чен ин представляют его не богом а человеком который трахается с кореянками плачет любит американское шоу и слушает в своем танке к теперь но фильм натуре интересный советую посмотреть без дубляжа на субтитрах у меня создается ощущение что северная корея ищет деньги всеми возможными способами но не только у меня а у министерства юстиции сша тоже 1 миллиард долларов это 10 процентов от предполагаемого ввп страны ну сука ну я свинья ну и что я свинья ну идите вы пизду нормально все я не заметила я реально не заметила блин вы мне сказали типа вся обсыпалась я думаю где не обсыпалась же потом смотрю короче блин реально обсыпалась походу почему предполагаем то что никто не знает то что внутри и какие-то ценен цикл но с нами бежит это моя извините но удивляет то что те кто разрабатывали пхеньян рейсер вот эта игра гениальная они же и разработали самые мощные вирусы которые атаковали всю планету группировку до сих пор не поймали это кстати тоже навеивает мысли типа они там сидят у себя в северной корее да и вот попробуй как ним проберись это тоже очень хороший кстати ход до закрыли страну у посадили у себя там всех а сказали оба вот чок куда хотите к нам да а по какому поводу и все а у них там за спиной самые лучшие хакеры в мире интересно за группировкой до сих пор наблюдает полиция всех стран мира а крупные компании в сфере защиты объединились для борьбы с ней и начали компания с красивым названием блокбастер лаборатория касперского в их числе но все это кажется игрушками по сравнению со стакс над первым в мире настоящим кибероружием его обнаружил сергей ула 6 числа бабушка день рождения освободи пожалуйста весь день еще одно мы поедем на день рождения в ресторан хорошо будет массовое такое знаешь прямо хорошем ресторане все вместе на машине поедем там будет больше 15 человек и к тому что освободи этот день договорились это очень важно мы приедем поздно этот по моему или суббота или воскресенье 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 масла новосильный я не знаю посмотри пожалуйста в телефоне 6 по моему это суббота воскресенье 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 в воскресенье час успеешь мы выйдем наверное чайсков 3 окей то есть имеют те туфли надо купить а что ты оденешь с этим платьем с этим платьюшком красиво будет красное что это за выражение прости вам они так называются нет спасибо эрик так не говори хорошо старайся красиво говорить мы и моя новая обувь ты хочешь себе красное платье надела как я с собой разговариваю прости меня прости тебя уже понравилось что ты оденешь на день рождения бабушки придумаю уже мало осталось времени чтобы так не было что 6 числа ты мне скажешь что мама мне ничего одеть я никуда не пойду осень из белорусской вирус блокады который теперь работает в лаборатории касперского стаксно входит в те самые одну десятую процента пирамиды кибератак редчайшие и очень сложные вирусы стаксно для обычных пользователей не представлял опасности обычные пользователи являлись просто переносчиками вируса вирус спал на их устройство но попадая на промышленные контроллеры simatic с 7 вирус просыпался и начинал диверсию так на заводе по обогащению урана в иране вышли из строя больше тысячи центрифуг они должны были вращаясь разделять изотопы урана но после заражения разогнались до такой скорости что просто разлетелись иранская ядерная программа была отброшена на несколько лет назад но на этом история мощнейший кибератаки не заканчивается дело в том что добраться до оборудования на том заводе было невозможно но не было подключено к интернету да и вообще было защищено так что даже при ядерной бомбе завод бы сохранился там бы ничего не пострадал это значит что оборудование было взломано оффлайн сначала хакеры заразили компьютеры пяти компаний которые поставляли оборудование для этого завода вирус распространялся и по теории вероятностей рано или поздно кто-то бы из сотрудников перенес на зараженные флешки вирус непосредственно в контроллеры центрифуг то есть червь гулял по всему миру ничего не делал полгода год он ждал пока попадет в нужное ему оборудование и как только попадал просыпался и начинал атаку он знал каждую операционную систему проверял каждое устройство на которое попадал чтобы понять как близко он находится к цели это все равно что запустить марсоход на марс прописать ему все действия и ни разу не управлять во время миссии на красной планете написать такой вирус непросто это повторюсь все равно что запустить спутник в космос и для этого нужно огромные ресурсы возможно даже ресурсы целого государства хакеры это как правило талантливые программисты но некоторые из них без чувств совести им нравится кодить и зарабатывать но не хочется подвергать себя риску быть пойманным поэтому они часто выкладывают вредоносный код или просто найденные уязвимости на специальные бирже а те кому они нужны покупают их в них как и на обычных биржах есть брокер он берет комиссию проверяет подлинность вируса и гарантирует передачу денег от заказчика вирусы покупают не только заказчики там от компании и хакеры но и сотрудники фбр в 2016 году когда apple отказалась разблокировать телефон стрелка из сан-бернардино фбр купила дырку в операционной системе у серой компании за 1 миллион 300 тысяч чего чтобы разблокировать телефон стрелка самые дорогие продукты это уязвимости для которых пока не придумано защиты они называются зародей то есть уязвимости нулевого дня в зависимости от платформы могут стоить десятки даже сотни тысяч долларов самые дорогие для ios но есть вирусы которые покупаются переделываются и снова продаются десятки раз так произошло с вирусом зерц разные его версии работали как и для windows так и для android и даже для blackberry а ведь они считались самыми защищенными зевс это банковский троянец попадая на устройство он ждет пока пользователь зарегится на сайте банка или идет пароли потом уводит его пароли и отправляет деньги другим зараженным пользователям чтобы в конечном итоге привести их мошеннику во всей этой цепочке микротранзакций найти мошенника почти невозможно а вирус появился в 2000 много раз мутировал но раскрыть главаря удалось только в 2014 им оказался евгений богачёв из россии за его голову фбр назначила награду в 3 миллиона долларов но он до сих пор не пойман но это не самое удивительное сама идея такого вируса стала настолько популярны что разные его модификации появляются до сих пор вирус наделал столько шума что стал даже в некотором смысле классический теперь его код на перегородке в лаборатории касперского на стекле много информации но мы зависли на смайлике в лаборатории есть даже специальные загоны для вирусов и специальные виртуальные машины на которых запускают вирусы и смотрят что же делает код внутри них например программа начинает собирать разные пароли менять стартовую страницу браузера качает и устанавливает другие программы включает камеру и шпионит за пользователя программа думает что это настоящий компьютер но на самом деле где только это снится все что она натворила откатывается назад а вирус таким образом ловится с поличным но самые умные вирусы понимают что они не на настоящем компе приходится имитировать движение мышью и нажатие на клавиатуру чтобы было реалистично это шутка все на самом деле происходит виртуально там же разрабатывается защита для заводов от таких вирусов как стакс над специальный алгоритм который как бабка у подъезда наблюдает за производством и видит когда происходит аномалии например где-то повысилось давление или центрифуги слишком быстро крутится это аномалия нужно разобраться и позвать человека но на темной стороне тоже не дремлют каждый день там появляются новые атаки которые только предстоит изучить сейчас такое время когда умные устройства внедряются в наши тела я говорю о киборгах людях с протезами и искусственными интерфейсами для них взлом таких устройств может представлять угрозу для жизни вице-президент сша дик чейни пережил 5 сердечных приступов еще до того как ему исполнилось 37 чтобы жить не необходим был кардиостимулятор управляемый по радиосвязи в 2007 году он отказался от этой опции и пересадил сердце донора потому что боялся что террористы смогут выключить его стимулятор именно такая сцена была показана в сериале хома выключением кардиостимулятора был убит вымышленный вице-президент который принял решение о бомбардировке террористической базы такое же было и в игре watch dogs взламывают не только простых пользователей но даже израильских военных вот недавно взломали при этом очень простым путем через приложение для знакомств хакеры знакомились с ними на фейсбуке представляясь вот такими вот девушками а потом предлагали перейти в более удобные для них приложения глэн слов или винчат после установки приложение передавали геоданные лазили в память телефоны и подслушивали за хозяева операция по их разоблачению носила красивое название разбитое сердце проделав такую огромную работу я не могу пройти мимо советов по кибербезопасности и хочу вам рассказать это полив надо и прокачать вашу киберграмотность я не буду глубоко нырять я расскажу о том что вы можете сделать прямо сейчас обязательно удаляйте скриншоты сообщений с паролями не сохраняйте пароли в браузере не проходите по ссылкам в комментариях даже у меня обязательно подключите двухфакторную аутентификацию везде на всех соцсетях и инстаграме пользуйтесь лучше приложениями они сайтами магазинов они безопасны не пересылайте фотографии своих банковских карт для получения перевода достаточно 16 цифр срок действий и код на обратной стороне карты лучше держать при себе google сохраняет фото и лучше их удалять настройте vk так чтобы вся личная инфа была видна только друзьям и ваш профиль нельзя было найти по номеру телефона по этой же причине не доверяйте тем кто знает ваше имя даже если это служба поддержки и друг который вы тысячу лет знаете просит вас выручить финансово в трудной ситуации обязательно проверять позвоните ему скажите у тебя все нормально это точно ты при подключении к вай-фай в общественном месте используйте касперский secure connection или другой vpn сервис так ваши пароли и другие данные не перехватит злоумышленник либо раздайте интернет с телефона как это делаю я не используйте везде одни и те же пароли если вы оставляли пароли в bk или нам на сайте любителей гусей одни и те же то скорее всего там его могут украсть а потом зайти к вам в это уже ваш цифровой портрет скажите себе пообещайте что в новом году вы обязательно будете пользоваться правилами кибер гигиены и это кибер гигиена гораздо легче чем встать и пойти в качалку кибер гигиена чего вы так где спасибо лаборатории касперского за то что поделились информации и предоставили экспертов мы с командой несколько месяцев обсуждали с ними киберзащиту и знаете я рад был узнать все это и рассказать это вам человек по-прежнему остается самым слабым звеном защиты просто потому что он может быть в плохом настроении быть усталым с похмелья или у него родится ребенок и он попадется на какой-то развод да и в целом есть угрозы от которых нельзя стопроцентно защититься даже будучи сконцентрированы для таких ситуаций был создан так перший security cloud это решение не просто защищает активирует дополнительный фунт ну короче понятно реклама ну короче пацаны этого они в тиране и втирают мне какую-то дичь это я гейки ставь лайк если заебали тупые девки подпишись если заебали тупые девки ссылка мить если заебали тупые девки ставь лайк если заебали тупые девки